доброе доброе утро моя семья и моя интернет семья я всех вас приветствую в такой вот солнечный солнечный день и продолжаем осенние сборы трав но для начала хочется показать вам вот эти вот розы которые так красиво в сентябре цветут а запах изумительный вот они это тоже прямо стоячие розы вот вот они красивейшие просто красивейшие ну и здесь мои одногодки тоже вербена все продолжает цвести сейчас еще беленькую розу покажу вот такая у меня белая роза красавица она знаете какая зеленоватым оттенком но сегодня я хочу поговорить о диком львином зеве вот я сейчас занимаюсь сбором он цветет активно вся наша степь сейчас полна цветением львиного зева и конечно же думаю вам будет интересно узнать что с ним делать зачем он нужен и для чего я его собираю и так дорогие мои вот здесь вот лучше его видно и видно его семена вот такие вот семена я их буду также сеять вообще и в диком виде он невероятно красив я еще буду на прогулках ходить я вам обязательно буду его показывать в дикой природе как он растет он и в букетах красивый вообще этот дикий львиный зев вот он видите сейчас внимательно вам покажу вот он этот дикий львиный зев называется льнянка обыкновенная еще раз льнянка обыкновенная это растение хорошо известное но просто по народному названию его называют львиный зев есть декоративный львиный зев но он меня не интересует собачки еще называют баранчики видальник льнянка лесная леник пьяная трава желтые звоники стоголовник в общем его по-разному называют но знаете что это дикий львиный зев или льнянка обыкновенная можете сажать ее как декоративную потому что цветение идет все лето и начало осени то есть все время будет вас радовать не стоит забывать что она ядовитая и бесподобное лекарство как для внешнего так и для внутреннего применения но с внутренним применением будьте осторожны и конечно посоветуйтесь врачом ну а я для наружного применения все абсолютно вам расскажу расскажу что в народной медицине препараты из льнянки применяют в виде сока настоев настоек отваров экстрактов чая мази для наружного применения часто используют свежее растение измельченное до кашеобразного состояния соком льнянки протирают воспаленную кожу лечат различные кожные высыпания и грибковые заболевания также смазывают ранки язвы и внимание геморроидальные узлы с геморроем это растение расправляется на раз два три просто необходимо что знать что разведенным соком разведенным промывают глаза получат горло при простудных заболеваниях добавляет его воду при мытье головы и в ванной при купании детей с кожными заболеваниями если на голове у ребеночка знаете появляется такая корочка то если львиный зев смешать с чередой то очень хорошо помогает без всяких химических препаратов имейте это ввиду в небольших количествах сок применяется внутрь при воспалительных заболеваниях печени желудочно-кишечного тракта желчного пузыря мочевыводящих путей и нурезе у детей для увеличения потенции и лечение простатита у мужчин вот такое уникальное это растение из измельченной травы и цветков делают повязки компрессы и примочки при различных кожных заболеваниях в том числе лишай или угри или фурункулы воспаление суставов и тому подобное настоями и отварами льнянки лечили женские болезни в частности более при менструации нарушениях менструального цикла и конечно же рецепты я обязательно дам для наружного применения используют мазь как я делаю мазь из льнянки поскольку я делаю сама крема кремы я делаю всяческие виды мазей поэтому лицо всегда чистое порезов никогда не бывает и ушибы мне не страшны синяков тоже нет для наружного применения используем такую мазь приготовление нужно для приготовления нужно смешать в равных составах перетертые в порошок цветки ну естественно сухие с растительным маслом животным жиром или с вазелином можно брать сок льнянки и добавлять в детский крем где-то примерно на 50 миллилитров детского крема это тюбик на где-то тюбик 45 50 миллилитров одну чайную ложку вот этого замечательного средства сока все тщательно перемешать все мазь готова либо при геморрой давайте подумаем как применять это уникальное растение при геморрой вы можете записать взять 20 грамм сухой травы льнянки это одна столовая ложка сверху чтобы было удобно понять отварить где-то ну может быть четверть литра молока одна четвертая часть литра молока четверть литра молока и полученную кашицу применять для компрессов если простым языком сказать одну столовую ложку сверху сухой травы в одном стакане чуть больше стакана молока все вот это нужно будет отварить и будет у вас такая кашица и примеряй применяйте для компрессов для борьбы с этой же болезнью можно приготовить жебрейную мазь для этого взять две части травы льнянки и пять частей свиного сала нагреть сало до жидкого состояния затем отжать траву сало процедить можно гусиный жир и мазь получится такая светло-зеленого цвета применять ее при геморроидальных шишках очень хорошо борется очень мазь эффективнейшая при заболеваниях желудочно-кишечного тракта можно приготовить сбор нужно взять тогда одну часть травы льнянки пять частей травы зверобоя две части синюхи голубой и пять частей сушеницы топяной залить 300 миллилитров кипятка настоять четыре часа и употреблять перед едой за пять десяти минут три раза в день и внимание при лечении препаратами из льнянки обыкновенной необходимо учитывать что все-таки растение я напоминаю ядовито поэтому лучше всего наружно только наружно перед применением препарата внутрь обязательно консультация с врачом который поможет подобрать дозировку и режим приема если это настоящий врач если это человек который занимается распространением химических препаратов помогает фармацевтам зарабатывать на вашем здоровье то естественно ни о какой льнянки он не знает и говорить не будет чтобы подсказать ему вы можете приходить к своему доктору и говорить нет мне не нужен вот этот вот химический препарат мне не нужна эта таблетка я хочу чтобы вы мне назначили льнянку льнянку обыкновенную и расскажите как мне ее применять больше ничего не нужно вот так потому что еще как правило курс приема препаратов из льнянки не превышает 10 дней после чего нужен как минимум недельный перерыв это вам такая подсказочка а при наружном применении особых ограничений нет поэтому я с огромным удовольствием полоскаю волосы для кожи головы использую отвар я с огромным удовольствием сок добавляю в свои кремы и у меня получается изумительный эффект а я люблю вас будьте благословенны вы и ваши близкие собирайте сейчас льнянку обыкновенно пока пока